Что такое одушевление предметов? Любой предмет, который нам попадается в жизни, нам кого-то напоминает. Допустим, тыква нам напоминает какую-то такую добрую женщину, которая всех кормит. Виноград напоминает семью какую-то хорошую, которую мы любим, которая всегда нас хлебом, солью угостит и всегда как бы обнимет. Допустим, груша ассоциируется с женской фигурой. Мы вот думаем, молодая женщина, пожилая женщина, группа женщин. Или, допустим, если мы пишем натюрморт из таких предметов, которые нам небезразличны, мы всегда думаем, что бы могло здесь происходить, если бы все эти предметы были людьми. Вот, допустим, вот этот вот старинный примусик 19 века, понятно, что он кормилец этого всего пространства. Без огня не будет еды и не будет тепла, а он дает огонь. Поэтому мы его ассоциируем, допустим, с главой семьи, кормильцем, который приносит домой еду или, допустим, зарабатывает деньги. Весы мы ассоциируем, допустим, с тем человеком, который не дает ссоры в семье. Он обязательно взвешивает. Хорошо, плохо, а может лучше так, а может лучше так. То есть это человек в семье философ, который все ставит на свои полочки и не дает никому поссориться. А вот такой вот предмет, допустим, это не ножницы, это старинный предмет, измеритель 10 сантиметров. И вот так вот, знаете, это измеритель, но он очень напоминает агрессивные ножницы. И вот посмотрите, работа 10-го года.